Коммунальная авария на Южном устранена, тепло в дома и детский сад вернулись сегодня утром. Девочку, пострадавшей в луже с кипятком, перевели из реанимации в обычную палату в больнице. Она проведет еще несколько недель. Было красочно, в край официально открыли год театра. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В поселке Южный устранили крупную коммунальную аварию, отопление в жилые дома и соцучреждения вернулось сегодня утром, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, порыв теплосетей на Южном произошел накануне, без тепла и горячей воды осталась часть поселка, 8 многоэтажек, колледж и детский сад. Коммунальщики работали на месте ЧП всю вторую половину дня, но только ночью удалось заменить поврежденный участок трубы. Тепло и горячая вода начали возвращаться сегодня в 7.20 утра. По словам властей, температура в домах Южан все это время не опускалась ниже 19-20 градусов. Кстати, накануне в Барнауле произошла еще одна коммунальная авария на улице Маяковского. Без отопления оставались несколько жилых домов, школы, административные здания. Коммунальщики смогли оперативно устранить повреждения на теплотрассе, так что батареи в этих домах потеплели уже накануне вечером. А уже сегодня появилась информация, что в Барнауле произошла еще одна авария. По адресу Попова, 39, случилось повреждение на водопроводе. Как пояснили нам в пресс-службе Барнаульского водоканала, без холодной воды сейчас 4 многоэтажки и 4 административных здания. По словам специалистов компании, к домам осуществляется подвоз воды. Коммунальщики работают на месте ЧП. Когда завершатся все аварийно-восстановительные работы, пока неизвестно. Мы следим за развитием ситуации. Пострадавшую в луже с кипятком девочку перевели из реанимации в обычную палату. Теперь ее состояние медики оценивают не как тяжелое, а как средней тяжести. Напомним, в Барнауле в районе поселка Восточный 9-летний ребенок ошпарил ногу в луже с кипятком, которая образовалась после коммунальной аварии. У девочки серьезно пострадала стопа левой ноги. Накануне пострадавшую перевели из палаты интенсивной терапией в обычную. Состояние девочки врачи оценивают как стабильное. Она находится в сознании, самостоятельно принимает пищу, в палате лежит вместе с мамой. Теперь уже можем с более такой, ближе к стопроцентной вероятности говорить о том, что обойдемся без ампутации. Перевязки у нас через день идут, под наркозом. Пока ждем. То, что мы говорили, что мы подразумеваем, что все-таки будут глубокие раны, пока мы это не снимаем. Это будет более понятно где-то ориентировочно, ну, понедельник-вторник. На следующей неделе врачи определяют, когда стоит проводить пластическую операцию. Добавим в общей сложности. Девочка проведет в больнице несколько недель. 30-летняя уроженка Барнаула Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в антигосударственной деятельности, признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Согласилась с тем, что участвовала в сговоре против государства. Изначально выпускница Алтайского госуниверситета отрицала, что состоит в связях с российской разведкой, однако на последнем судебном заседании согласилась сотрудничать со следствием. Марии грозила до 15 лет тюрьмы. Сейчас же срок составит не более пяти лет, считают эксперты. С 15 декабря барнаульцы смогут пополнить транспортные карты или, по-другому, проездные по новым тарифам. Со следующего года в краевой столице начнут действовать новые тарифы за проезд в общественном транспорте. Теперь одна поездка без проездного в автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 23 рубля в маршрутном такси 25. Но барнаульцам предлагают немного сэкономить, в среднем на 2 рубля за каждую поездку. Для этого рассчитываться за проезд нужно с помощью транспортной карты. Пополнять их с учетом новых расценок можно уже с середины декабря. Подчеркнем, что с нового года вводят несколько новых тарифных планов, а ряд прежних отменяют. Подробнее о них в вечернем выпуске. В Барнауле, как и по всей России, официально стартовал год театра. В краевой столице торжества прошли в Алтайском музыкальном театре. Наши корреспонденты отметили, что это было как минимум красочно. В этой стихии издавна видели особенную силу, которая способна разбудить дух человека и вдохновить его на творчество. Постановка знакомила зрителей с краткой историей театра с доисторических времен до современности. Особое внимание уделили эпохе становления алтайских театров. Каким был и каким стал провинциальный театр, можно было наглядно увидеть. На сцене демонстрировали самые современные технологии, которые используют местные театральные коллективы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ По словам губернатора К.Виктора Томенко, наступающий год должен стать по-своему эпохальным для развития театрального искусства региона. Запланировано более 40 проектов. Это и традиционные театральные фестивали, и обменные гастроли с участием ведущих столичных театров должны завершить строительство и реконструкцию сразу нескольких объектов. Подробнее о том, как проходило торжество, о том, как преобразится театральное сообщество в ближайшее время смотрите в вечернем выпуске. ПЕСНЯ 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 Трофей знает толк в подарках. ПЕСНЯ На большей территории края снег, в Бийске до 7 морозов, Воробцовске 10, нижное лябла, Курихе 11, в Барнауле снег, ветер юго-западный слабый до 4 со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова